Вы на канале Райский сад Натальи. Я рада всем, кто заглянул ко мне на канал. Сегодня я показываю вам, что я делаю с английскими розами, у которых прошла первая волна цветения. Эти розы надо подготовить ко второй волне цветения. Эту розу я немножко уже обработала. Внизу принцип такой же, но есть некоторые особенности обрезки английских роз. Снимлю вокруг, я порыхлила, подготовила для удобрения. Теперь буду работать с самим кустом. Внизу на расстоянии 10 сантиметров убрала всю листу. Убрала всю листу. Теперь дальше буду искать слепые побеги. Слепые побеги. Здесь слепых подбегов нет. Есть отсветшие кисти. И здесь как раз секрет обрезки английских роз. Идут вот ветка первого порядка. Вот она, ветка первого порядка. А здесь пошли ветки второго порядка. Вот они, так. На которых образовались цветы, которые уже процвели. Обычно, как говорят, обрезку иногда проводят до первого пятилистника. На английских розах обрезку производят полностью, убирая всю эту кисть. Вот развилка получается здесь пошла. Вот идет ствол 1, 1, 1. И потом вдруг тут образовала роза несколько веток. Второго и третьего порядка. На которых были цветы. Обрезать надо всю кисть. Оставляю 3-4 почки. От земли на наружную почку. Вот получилось, что я удалила. Большую-большую получается ветку. Целую кисть. Вот секрет обрезки английских роз. Дальше смотрим. Вот мы также здесь. Здесь ветка поменьше. Вот наружная почка здесь. Обрезаем. И здесь тоже самое. Здесь я уже раньше обрезала. И уже пошел росток, побег новый. Вот он. Немножко загущен куст. Я здесь буду убирать листу. Листочки эти. Чтобы куст хорошо проветривался. И не было возможности образоваться мучнистой роси всяким гнилем. Здесь вот тоже самое получается ветка. Первого порядка. Здесь пошли две ветви. Второго порядка. Вот они. Вот тут уже бутоны образовались. Жалко мне их убирать. Эту ветку я оставлю. А вот эту уберу полностью. Для чего? Для того, чтобы здесь сформировать хорошие толстые побеги. Из которых пойдут хорошие почки. И проведу еще обрезку засохших старых побегов. Здесь вот уже пошли базальные побеги красного цвета. И базальный побег идет в центр куста. Но я его пока сохраню. А там дальше буду смотреть. Что с ним делать. Так. С ветками я разобралась. Проледила. Кост теперь дышит свободно. Ветер гуляет. Застоя нету влаги. Просыхает куст. Потому что в этом году много дождей. Много каждый день дождь идет. И все условия для формирования болячек урос. Не только в английских. У всех. Вот такой прополучился прореженный костик. Теперь остается подкормить. Буду подкармливать нитравомофоской. Еще. Там еще есть азот немножко. и хорошо хорошо прорежу кост. Второй кост у меня вот стоит какой обрушились. Вот я проведу там ревизию. И сделаю точно так же как здесь. Все убрала проредила подготовила все ветки к тому чтобы выпускали они новые побеги и уже новые подбеги будут толстенькие хорошенькие. Вот такой секрет и особенности обрезки английских роз. Это мой опыт. Так что я не претендую на то что его обязательно всем использовать. Но основные принципы я все таки изучала. и уже на опыте знаю что это работает. Поэтому рекомендую пусть у вас цветут и растут красивые розы и получаются изумительные растения. Удачи всем!